Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 декабря, в неделю 28 по Пятидесятнице, Святых Праотец Православная Церковь совершает память пророка Агия. Святой пророк Агий происходил из Калина Левиена и родился в плену в Вавилонском. Еще будучи в юношеском возрасте, он возвратился из Вавилона в Иерусалим и пророчествовал здесь со святым пророком Захарию 36 лет. Оба они жили за 500 с лишним лет до воплощения Христова. Святой Агий был современником построения Второго Иерусалимского храма, воздвигнутого на месте Первого Соломонова. Построение сего храма было предпринято по возвращении из плена Вавилонского за Рававилем, предводителем иудеев, отпущенных на родину царем персидским Киром, который назначил его правителем иудеи. Сооружение храма было сопряжено с большими трудностями, ибо сему препятствовали самаряне, участие коих в построении храма было отклонено иудеями, желавшими сохранить чистоту и неприкосновенность богослужения от всего нечистого языческого. Самаряне подкупили начальников некоторых персидских областей и те клеветали на иудеев перед двором персидским. Но главным препятствием к успешному сооружению храма было то, что прежнее горячее усердие иудеев охладело. Они устремили свою деятельность на другое, занялись строением и украшением собственных домов, полагая, что еще не приспело время строить дом Божий. Представляли они и иные предлоги для оправдания своей беспечности. И вот все время посылает Господь к иудеям пророка Гея с обличением и угрозами, а также и обещанием высшей помощи и славным пророчествам о превосходстве и величии второго храма пред первым. С помощью Божией и при содействии пророков Агея и Захарии Зарававель преодолел козни врагов и бездеятельность иудеев, и храм, начатый в 520 году до Рождества Христова, был окончен в 516 году. В шестое лето правление царя персидского Дария. Руки Зарававеля, сказал Господь, положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Всех речей пророка Агея, относящихся к сооружению храма 4. В них пророк возбуждает иудеев к строению, обличением их беспечности и нерадения о доме Божием и указанием безуспешности от сего в делах их, бесплодия земли и других наказаний Божиих. Он возбуждал их также безопасностью и благовременностью строения, уверением присутствия и покровительства Божия всем деле, величием и превосходством нового храма, необходимостью его для них и обещанием им благословения Божия за исполнение воли Господа. Величественно изображает пророк будущую славу сего храма и утверждение незыблемого царства на земле, царства Христова. Так говорит Господь Саваоф еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте семь я дам мир. И еще было слово Господнее к пророку. Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и незринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев. Мой раб, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. По кончине своей святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов. Ибо происходил из священнического рода. Был он мужем совершенным в добродетели, и как славный и великий пророк был любим и чтим всеми. Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит праздник или празднующий. Изображается святой Агей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглой бородой. Глава его частью была лишена волос. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобной Софии Суздальской, мученика Марина, блаженной царице Феофании, а также новомучеников и исповедников российских, священномученика Владимира Алексеева Пресвитера, священномучеников Аркадия, епископа Бежицкого, Ильи Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия Булдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоколова, Петра Зиновьева Пресвитеров, преподобномученика Макария Смирнова. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечное тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова